На форум инноваций по робототехнике приехал и министр образования России Дмитрий Ливанов. Перед пресс-конференцией он вместе с вице-губернатором Краснодарского края Галиной Золиной познакомился с участниками форума и их работами. После рассказал о будущем робототехники в школах России. В 21 веке принципиально важно, чтобы дети, начиная с раннего школьного возраста и даже в дошкольном возрасте, занимались техническим творчеством, приобщались к достижениям современной технологии. Занимались математикой, естественными науками. Вот это принципиально важно для конкурентоспособности нашей страны. И так или иначе по этому пути идут все страны. И сегодня в России есть все возможности для того, чтобы развивать такие направления, как образовательная робототехника. И действительно, судя по количеству команд участников, а это более 40 стран, робототехникой с каждым годом начинает заниматься все больше людей. Причем наш край в этом направлении делает большие успехи. Из своих больших и маленьких роботов в неурочное время создают ученики многих школ. Руководство края поддерживает такую полезную для детей работу. Мы должны создать площадки для детей, где они смогут себя реализовать. 6 миллиардов рублей край вкладывает в развитие системы дополнительного образования. Это и повышение зарплат, и занятость детей, и новые школы и так далее. Это огромная-огромная работа. Но я хочу сказать, что фестиваль робототехники как раз в себе соединяет вот это занятие все три направления вместе. Это и спорт, это и высокое творчество, это и огромная, наверное, занятость, душевный порыв, духовный, командный. За робототехникой будущее и с этим нельзя не согласиться. Этот форум стал местом, где встретились сами конструкторы, представители бизнеса и власти, чтобы вместе найти вектор направления в развитии этого сектора. А двигаться есть куда. Сегодняшние совсем юные конструкторы у себя в школах уже придумывают механизмы для рационализации работы многих сегментов производства. Например, этот робот сам без человеческой помощи может высаживать семена любых растений. Он скапывает ямку, роняет туда семена и даже поливает землю. Этот робот не единственная работа молодых конструкторов. У нас есть еще работы. Мы именно нацелены на решение практических задач. Мы работаем с электричеством, то есть с незаконным подключением. И затрагиваем разные аспекты. То есть сельскохозяйственная отрасль, электричество и тому подобное. Также в рамках форума проходит робофест. На этом фестивале представлены как совсем простые работы юных конструкторов, так и серьезные работы студентов со всего края и страны. Проводятся здесь и конкурсы по нескольким видам. Один из них называется First. В этой американской командной игре роботы должны собрать все шары. Механизмы собираются задолго до соревнований и проходят проверку. Победители отправляются на аналогичные всероссийские конкурсы. Данный робот создан для соревнований FTC. Наша задача состоит в том, чтобы в поле разборются на шарики. Мы должны с помощью этого механизма собираем шарики сюда и должны закинуть их в колбу. Также у нас есть вот этот механизм для захвата колбы. Мы ее должны заточить на постановку. Продлится форум по 23 ноября. Посмотреть на уникальные и просто интересные работы могут все желающие. Дни робототехники проводятся на втором этаже Олимпийского медиа-центра. Игорь Кырпа, Борис Осинь, телекомпания ФКТ. Игорь Кырпа, Борис Осинь.